Этот художник создавал бесценные шедевры. Леонардо создавал самые известные в мире картины. «Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Женщина с горностаем». Его изобретательный гений опережал свое время на века. Он делал чертежи танков, вертолетов, многое из того, что пришло в нашу жизнь совсем недавно. Это картины, содержащие тайные послания. Это всего лишь портрет, но по сей день его загадка так и не была раскрыта. Хитроумные роботы, сконструированные пять столетий назад. Люди еще никогда не видели ничего подобного. Он двигался сам. Леонардо да Винчи считается одним из самых выдающихся гениев, известных мировой истории. Но есть ли объяснение его совершенному интеллекту? Он был полностью погружен в свои исследования, возможно, даже в доказательство того, что во Вселенной мы не одиноки. Многие верят, что в прошлом нашу планету посещали инопланетные существа. Может, это правда? Неужели пришельцы повлияли на нашу историю? Можно ли считать, что у Леонардо и у других выдающихся художников того времени была связь с пришельцами из космоса? Дамы и господа, переходим к картине Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Шедевр великого мастера, бывший в коллекциях трех королей Англии. Нью-Йорк, ноябрь 2017 года. На аукционе Кристи в центре Рокфеллера подлинная картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» была продана за рекордные 400 миллионов долларов. Продана! Покупатель — арабский принц, представлявший новый музей Лувра в Абу-Даби. Но почему члену королевской семьи из Саудовской Аравии или кому-то еще хотелось заплатить такие деньги за одну картину? Леонардо да Винчи поразил воображение множества людей. Я считаю, что он сильно опережал свое время. Но если бы он сейчас был жив, он бы с ума сошел от цен на свои картины. Это очень много для картины. Нет ли тут чего-либо еще? Есть мнение, что «Спаситель мира» — это не просто бесценная картина эпохи Ренессанса. И если рассмотреть ее в контексте с другими картинами Леонардо, которые дополняют друг друга как части одной головоломки, то вам откроются тайны Вселенной. Леонардо да Винчи родился в пригороде Флоренции в городе Винчи 15 апреля 1452 года. Это время ознаменовалось великими научными и художественными достижениями и всеобщим стремлением к познанию. Жизнь Леонардо пришлась на период расцвета итальянской эпохи Возрождения. Ренессанс возродился во Франции. Он обрел там второе рождение. Благодаря чему? Ему иногда приписывают отчасти слишком глубокое романтическое прошлое времен Древней Греции и Древнего Рима. Но на тот момент прошло уже тысячи лет, а в искусстве по-прежнему царил обскурантизм. Художники стремились вернуть миру светлые идеи гуманизма, разумеется, внеся в него некоторые новшества. Во времена Леонардо Флоренция была больше Лондона, больше Парижа и даже больше Рима. Именно туда истекались все итальянские дарования. Хотя то время и предпочитают называть эпохой просвещения, влияние церкви ощущалось постоянно и навязчиво. Обращаясь к эпохе Ренессанса, стоит учитывать беспредельное вмешательство церкви. Поэтому каждый художник, если не каждый человек вообще, а также тот, кто умел читать и писать, принадлежал к католической церкви. Во времена, когда буквально все подвергалось пристальному изучению церкви, юный Леонардо да Винчи показал себя на самом раннем этапе своего творчества. Он иллюстрировал деревянный щит изображением мифического греческого чудовища Медузы. Леонардо изобразил Медузу такой неистовой, что даже его отец поверил, будто смотрит в глаза змеям. В то время, когда самые известные художники его времени писали эпизоды из аудейско-христианской Библии, почему да Винчи взялся за мифическую Гаргону. Теоретики считают, что это связано с присутствием в его жизни инопланетных существ. Когда мы сравниваем его с гениями современности, то учитываем, что последние были поглощены идеей существования рядом с нами инопланетного разума, что мы каким-то образом связаны с ними. Леонардо да Винчи твердо верил в существование этих существ. Будучи еще совсем юным, да Винчи служил учеником у известного в те времена художника Андреа Дель Вероккио. Их самое известное совместное творение называлось «Благовещение». Это библейская сцена, в которой Деве Марии сообщают, что она станет матерью божественного дитя. Судя по всему, Вероккио начал писать картину, используя традиционную яичную темперу. Натуральный закрепитель для цветных пигментов. По какой-то причине заканчивал полотно Леонардо. Он же писал на нем архангела. В 1989 году флорентийские эксперты взялись за всестороннее изучение Благовещения. Они хотели удостовериться, что архангела Гавриила писал именно да Винчи. После тщательной экспертной и научной проверки была установлена подлинность этой теории. Но было выявлено одно неожиданное обстоятельство. Когда картину подвергали рентгеновскому облучению, архангел становился невидимым. Вероккио, выписывая Деву Марию, работал красками с токсичной примесью. Леонардо, судя по всему, пользовался другими пигментами. Леонардо закончил картину, используя бессвинцовые краски. Поэтому, когда рентгеновские лучи проходили через архангела Леонардо, его не было видно. Но зачем Леонардо, будучи учеником мастера, понадобилось заканчивать его полотно, да еще использовать другие краски? Вероятнее всего, он решил оставить в ней какое-то тайное послание. Ведь в дальнейшем в своих картинах он мастерски скрывал разные тайны. Неужели Леонардо да Венчи, выписывая Архангела, наделил его какой-то особенной тайной, раскрыть которую не могут вот уже 500 лет? Если так, то зачем? Некоторые считают, что ответ нужно искать в следующем этапе его творческой жизни. С 1476 по 1478 годы в его жизни обозначился пробел. Мы не знаем, где он жил и чем занимался в те годы. Эти годы в документальных источниках значатся как годы его отсутствия. Они пропущены. Мы не знаем, в каком городе он жил, тем более не знаем с кем. Работал ли он и чем занимался, нам неизвестно. Чем можно объяснить тот факт, что такой человек, как да Венчи, просто исчез с лица Земли в тот самый момент, когда уже почти стоял на пороге признания? Возможно, что в течение тех лет Леонардо да Венчи в полном смысле этого слова обучали особые наставники. Они показали ему то, что обычному человеку пока было неведомо. Быть может, словно библейского пророка Еноха, его забрали на борт воздушного корабля и показали Землю с высоты птичьего полета. Он получил общее представление о космосе, о механике и конструировании, а также сведения о Земле, которые до него никто и не слышал. Действительно ли наставниками до Венчи в годы его отсутствия были инопланетные гости или нет, неизвестно. Но теоретики верят в очевидный факт. По возвращении во Флоренцию в 1478 году его творческие способности достигли наивысшей точки. Он воспарил над традиционными понятиями не только в искусстве, но и во многих отраслях науки. Он с невероятной точностью разработал аэронавигационные карты итальянских городов, построил первый в мире самоходный аппарат, и он бы продолжил и дальше изобретать новые механизмы, надолго опережая свое время. Есть люди, которые думают, что эти факты свидетельствуют о влиянии на до Венчи инопланетных существ. В истории немало случаев, когда люди загадочным образом опережали свое время на сотни лет вперед, и это способствовало их фантастическим успехам, которые служили во благо человечества. Что же стоит за стремительным взлетом творческих и изобретательных способностей Леонардо? В течение целого века на планете рождались гении Коперник, Микеланджело, Шекспир. Но почему же гений да Винчи превзошел их всех? Теоретики считают, что ответ стоит искать в его произведениях искусства и спрятанных в них секретных посланиях. При жизни многие считали Леонардо гением. Но римская католическая церковь его сильно не любила, а в то время она имела большое политическое влияние в Италии и по всему миру. В период Ренессанса были найдены античные документы, хранившиеся по монастырям после распада Римской империи. Из-за этого возродились многие античные идеи, о которых писали Платон, Аристотель и Гален. Но эти идеи часто не соответствовали принципам христианства, и представлявший их Леонардо попал под удар церкви. Именно эти идеи античности вызвали предположение о том, что Леонардо, будучи христианином, был открыт и для других философских концепций. И эти его взгляды навлекли бы на него гнев католической церкви, и его бы публично объявили еретиком. Нет сомнений, что Леонардо имел доступ к тайным знаниям. Леонардо вовсе не был атеистом, как многие сейчас полагают. Леонардо был еретиком. Он искренне верил в нечто, что лежало за пределами официальной религии, и потому был очень опасен. Флоренция, 2002 год. Используя инфракрасную диагностику, доктор Маурицио Серачини нашел скрытый первоначальный набросок на незавершенной картине «Поклонение волхвам». На картине 1441 года изображена библейская история о трех мудрецах, посетивших младенца Иисуса в Вифлееме. Но когда картину просветили инфракрасным светом, стало видно, что в первоначальном наброске было намного больше деталей, не вошедших в конечный вариант. Когда я впервые направил инфракрасный свет на картину волхвов, я испытал огромную гордость, поскольку я был первым за последние 500 лет, кто увидел скрытый гений Леонардо. Наука помогает смотреть в прошлое, как из машины времени. Я увидел десятки фигур людей, лошадей, природу, архитектуру. их невозможно было увидеть просто так, поскольку они были покрыты слоем монохромной коричневатой краски, которую, как я позже понял, нанес не сам Леонардо. Вверху слева мы видим пару человек, сидящих на лестнице разрушенного храма. В общем, мы увидели совсем другую картину. На картине был изображен языческий храм, поднимавшийся над руинами христианской церкви. А это было проблемой в период Ренессанса, когда христианство считалось единственной верной религией. При детальном рассмотрении выяснилось, что вместо разрушенного храма автор пытался изобразить сцену восстановления египетского храма. Кроме того, одна из колонн храма заканчивается цветком лотоса, который в Древнем Египте называли цветком жизни. Цветок жизни — это информация о том, как была создана Вселенная. Все во Вселенной геометрическое. Священная геометрия подразумевает, что за всем стоит некий разум. Мистики считают его символом суперразума, точкой входа в знания, которыми владеют внеземные существа. И да Винчи был одержим этой идеей. И можно предположить, что он проник в тайны, которые олицетворяют цветок жизни. Тайны Вселенной? Священная геометрия? Не скрыл ли Леонардо в своих картинах запретные знания? Теория палеоконтакта говорит «да» и считает, что это знание ему могли передать при прямом контакте с внеземными существами. Биография Леонардо да Винчи еще при жизни признанного гением была задокументирована во всех подробностях. Да Винчи был настолько популярен, что вся его жизнь была подробно задокументирована. Однако были два года его жизни, про которые ничего не известно, как будто он исчез и его не было. За период с 1476 по 1978 год никаких данных о жизни Леонардо не сохранилось. тогда Леонардо было от 24 до 26 лет и он как раз начал становиться известным. Куда же исчезли эти два года? Известно, что у художника был необычный опыт вблизи пещеры в горах. Об этом да Винчи прямо говорит в своем личном дневнике. он подошел к пещере и когда он стоял у входа, то внезапно ощутил сильный порыв зайти внутрь, чтобы узнать, какие чудеса находятся внутри. Мы не знаем, что там произошло, но вполне возможно, что он встретил внеземных учителей, которые дали ему некую информацию. И возможно, благодаря этим знаниям он стал таким, каким мы его знаем. Я не думаю, что он бывал в других мирах, но у меня есть чувство, что он каким-то образом, во сне или еще как-то, умел видеть наше будущее. Те, кого мы называем гениями, как Леонардо Довинчи умеют понимать знания, которые приходят к ним с высших уровней реальности и использовать их в своей работе, в искусстве, в изобретениях, чтобы улучшить наш мир. В отличие от других художников, Леонардо не измерял соотношения и пропорции, они приходили к нему сами. Он знал нечто такое, что давало ему знания и информацию, как это было у древних народов. Круглые стены на территории, равной 44 гектарам, находятся в Риме. Это самое маленькое государство в мире, Ватикан. Именно здесь, в период с 1513 по 1516 годы, Леонардо да Винчи начал препарировать тела умерших. Это считалось преступлением, караемым смертью. Известно, что вскрытия велись в Ватикане прямо под носом у самого Папы. Церковной политикой это было строго запрещено. Но да Винчи это не останавливало. Он страстно желал изучить человеческое тело. Леонардо покупал трупы и, несмотря на строжайшие запреты, продолжал работать. Он хочет узнать. Его необычайное стремление познать и разобраться было выше угрозы физической расправы. За 36 месяцев жизни в Ватикане да Винчи описал в мельчайших подробностях все данные о проведенных им вскрытиях. Чтобы держать сведения об анатомии человеческого организма втайне, он пользовался методом зеркального письма. Леонардо еще в юности освоил технику зеркального письма. Можно сказать, что в дальнейшем она полностью выполнила свое предназначение. Вы пишете в обратном направлении. Зачем Леонардо ею пользовался? Ответ прост, чтобы слишком любопытные не поняли, о чем он пишет. Он понимал, что то, над чем он работает, включая его изобретения и анатомические исследования церковь вряд ли одобрит. Поэтому ему приходилось хранить это в секрете. Он осознавал, насколько это опасно. Да Винчи пользовался обратным письмом во всех своих трудах, и делал он это не шутки ради. Он хотел сохранить свои знания, а для этого приходилось скрывать их от необразованных масс. Но почему художник был столь одержим работой над человеческим телом? Какой секрет и какие недопустимые знания он пытался открыть и кого разоблачить? В 1503 году Леонардо да Винчи работал во Флоренции над портретом жены процветающего торговца шелком. К этому полотну он испытывал особую привязанность, был одержим каждой его деталью. Этот портрет он прорабатывал еще 16 лет. Имя ему Мона Лиза. Это всего лишь портрет, но кажется, что в нем содержится какая-то тайна, которую они могут постичь вот уже несколько веков. Улыбка Мона Лизы отличается от всех тех, которые мы привыкли видеть на портретах. Кажется, что она знает то, чего не знаем «мы». То, что задумывалось как женский портрет, трансформировалось во что-то совершенно иное, в некое философское раздумье во всех интеллектуальных смыслах. Что же так занимало Леонардо в портрете Мона Лизы, что он отдал ей свои последние годы жизни? Почему он посвятил столько времени 75-сантиметровому полотну? Существует много теорий о секретных символах Леонардо и его тайных посланиях, заложенных им в своей картины. Он пересматривает, переосмысливает даже традиционные темы, представляя их в совершенно новом креативном смысле. Почти всю свою жизнь Леонардо да Винчи использовал технику зеркального письма. Неужели он объединял в своем творчестве какие-то факты, обнаружить которые можно лишь с помощью зеркала? Зеркало это то, что его характеризует, поэтому существует возможность его частого использования как некой неизвестной сферы. С помощью зеркала он закладывал в свои картины нечто такое, что они до сих пор требуют тщательного изучения. в северо-восточном университете Бостона штат Массачусетс графический дизайнер Терренс Мессон использует новые компьютерные технологии, чтобы вычислить в работах да Винчи зашифрованные послания. Мы знаем, что его интересовали отражения, преломления, оптика и строение человеческого глаза, а также каким образом отражение рефлексирует через зеркала конической формы. Применял ли художник технику отображений, чтобы скрыть секретные послания в портрете Монализы? И если да, то зачем? Вот классический портрет Монализы. Портретная живопись Леонардо отличается эффектным расположением рук. Я бы сказал, что это ключ к возможности зеркального совмещения. Так что если мы попробуем, что получится? Неужели это существо на самом деле оптическая иллюзия? И если это так, то почему нечто подобное проявляется на другой известной картине Довинчи? Святая Анна с Мадонной и Младенцем Христом. Что ж, это картина Мадонна в скалах. Мы уже успели заметить положение их рук. Скорее всего, это намек, в какую сторону направить нашу отражающую плоскость. Перед нами 3D-пространство. Мы можем делать, что пожелаем, поэтому мы создадим небольшую копию. Так, чуть ближе. Жутковато, правда? Интересное сходство, такое же, которое мы обнаружили у Моны Лизы, да? перед нами некто, похожий на инопланетянина. Неужели в картинах Леонардо да Винчи действительно спрятаны тайные вести? И они подтверждают связь Леонардо с потусторонними мирами? И почему художник так стремился познать устройство человеческого тела? Все это только ради искусства? Или была и другая причина? Возможно, мы найдем ответ, изучив работы других мастеров эпохи Возрождения. Некоторые из теоретиков считают, что некоторые картины и рисунки художника свидетельствуют о том, что да Винчи мог столкнуться там с инопланетными гостями. В его гротескных головах явно обозначен уход от привычного изображения человеческого тела, его лица даже в самых невероятных проявлениях и странных гримасах. Визуально его работы убедительны. Часто они жутковаты. В них ясно ощущается их присутствие. У них уродливые лица, продолговатые черепа, приплюснутые физиономии. Это жуткий, наводящий ужас существа. Художник создавает такой реалистичный рисунок, на кого он смотрит. Отсюда возникает вопрос, что за мир предстал перед его глазами? Неужели он и правда встречался с подобными созданиями? Они очень странны. правда ли, что гротескные лица да винчи всего лишь плод воображения художника? Или это доказательство его встречи с инопланетными существами? Согласно историческим документам, во времена Ренессанса над этой частью Европы, а также в Азии, действительно были зафиксированы случаи появления разных феноменов. В 1453 году, во время осады Константинополя, солдаты заявляли, что огонь сходит на них с небес. В 1458 году над Японией парил гигантский лунообразный диск. В 1492 году, во время знаменитого плавания Христофора Колумба через Атлантику, над океаном замечали странные вспышки яркого света. Еще до того, как Колумб достиг берегов Америки, он наблюдает в небе необычное свечение. Он докладывает о нем. Ведь люди видят его с палубы корабля. Происхождение этих огней объяснить так и не смогли. Некоторые древние НЛО, по-видимому, сопровождали Колумба по пути к новому свету. В этом случае инопланетные создания поняли, что Колумб находится на пути к свершению невероятно важного открытия, обнаружения новой Земли. Понимал ли да Винчи, что НЛО наблюдают за землянами? Теоретики считают, что понимал. И доказательством тому послужили изученные работы других художников Возрождения. В период Ренессанса мы наблюдаем скачок количества полотен, в которых показаны аномалии, запечатленные на заднем плане. Аномалии, которые сегодня мы называем НЛО. Вот картины, на которых изображено что-то очень странное в небесах. Есть изображения НЛО в виде неизвестных колец, лучей, выходящих прямо из неба, или падающих звезд, внутри которых сидят люди. Почему художники 15 века изображали загадочные объекты даже в сценах из Библии? Неужели они хотели поведать миру о первоисточнике христианства? И могли ли эти странные существа быть как-то связаны с причудливо летающими объектами в небе над Европой? Исследователь Северо-Восточного университета Теренс Мессен исследует некоторые странности, обнаруженные на полотнах художников эпохи Возрождения. Первый необычный пример мы находим на картине Дагелдера «Крещение Христа». Множество других эпизодов я мог бы объяснить различной иконографией, графическим изображением ангелов, облаков и света. Но стоит нам посмотреть вот сюда, и мы видим твердый сияющий диск с четырьмя лазерными лучами, освещающий маленького Христа. Еще пример Мадонна и святой Джованнино. Вы смотрите и затрудняетесь объяснить присутствие на облаке ангела. Нам хочется узнать, кто этот там в небесах. Давайте рассмотрим поближе. Увеличим. Вот теперь мы видим. Это не ошибка и не пятно, это написано на холсте. Вот мазки кисти. Тем более, что нам показывают пастыря, который прикрыл глаза, и явно не из-за ангела или облака. В небе что-то летит, вот только что неизвестно. Так что на картинах 16 века мы легко различаем НЛО. Словно художник пытается изобразить небесного посланника, которым очевидно является НЛО. Мы смотрим на работы мастеров возрождения, которые по сути одновременно на одной картине показывают нам и Христа, и НЛО. Во время Ренессанса такие люди как Довинчи вполне могли подчеркнуть знания у инопланетных гостей. Могли ли загадочные изображения на картинах Ренессанса служить доказательством того, что Леонардо и его современники выходили на контакт с инопланетными существами еще в 15 веке. Чтобы ответить на этот вопрос, теоретики обращаются не к полотнам Леонардо, а к его техническим изобретениям. 24 февраля 2011 года космический Шаттл Дискавери произвел стыковку с Международной орбитальной станцией. Его целью было в срок доставить на борт самую современную версию робототехники под названием Робонавт 2. Эта уникальная суперсовременная машина последняя новинка в серии роботов-гуманоидов собранных по чертежам созданным более 500 лет назад Леонардо да Винчи. Когда вы смотрите на Робонавт 2 проглядывается эпоха Леонардо да Винчи. Основной дизайн ведущий узлы до всей идеи. Именно над этим и работал Леонардо. Они как трехмерные светокопии. Так можно было бы создать даже человека, чем, собственно говоря, и занимаются сейчас инженеры НАСА. Леонардо удерживает звание величайшего ума среди всех гений в когда-либо известных историй. Он отличался выдающимся интеллектом, экстраординарными изобретательскими способностями, которыми активно пользовался. Леонардо мог использовать свои знания во всех отраслях, что очень необычно. Он учился и стал художником, скульптором, но он также отличался выдающимися способностями в области геометрии, оптики, проектирования, анатомии, геологии и так далее, и в каждой из них он себя проявил. Так что, если вам нужен универсальный гений, носитель идеи эпохи возрождения, лучше Леонардо вам не найти. Широта взглядов Леонардо да Винчи охватывала широчайший спектр дисциплин. И, несмотря на то, что с момента его смерти прошло уже почти 500 лет, мы до сих пор ощущаем его влияние на современную науку, технику и медицину. кто такой Леонардо да Винчи? Человек выдающихся способностей и фантазии? С этим не поспоришь. Но неужели всё это так легко объясняется? Вертолёт серии Boeing AH-64 Apache — четырёхлопастная двухдвигательная боевая машина с максимальной скоростью 304 км в час, обладающая практическим потолком полёта до 6100 метров. Чтобы избежать радиолокационного обнаружения, способен лететь на высоте двух метров над уровнем Земли. Такой вертолёт никогда не смогли бы создать без учёта теории для вертикальных полётов, которая впервые была описана 500 лет назад Леонардо да Винчи. Вертолёт самолёт подводная лодка. Всё это идеи Леонардо да Винчи. Он разработал идеи почти всех видов современного оружия. Но если мы лишь дорабатывали различные концепции и научные изобретения Леонардо, то возникает резонное предположение, что человек мог высадиться на Луне уже в начале 19 века. Он на 500 лет опередил своё время, и многие его устройства просто не могли быть собраны в то время. Не было ни технологий, ни технической базы. И всё же одно своё изобретение да Винчи смог воплотить в жизнь. Это был первый многофункциональный робот. В 1517 году в замке Шато-де-Кло в Амбуазе 65-летний да Винчи представил на суд французского короля Франциска I механического льва. Его точная копия хранится сегодня в музее замка. Механический лев мог самостоятельно передвигаться, обладая при этом потрясающей лёгкостью. По оставленным нам описаниям, лев Леонардо самостоятельно ходил по полу. Большинство из тех, кто наблюдал за его показом, вероятно, встретили новинку с ужасом в глазах, потому что до той поры они никогда не видели ничего подобного. Куклы сами ходить не умели. Как устройство такого сложного механизма вообще могло прийти Леонардо в голову? Ведь ничего подобного не изобретут ещё как минимум 300 лет. Он бросил вызов механикам его времени. Как сделать так, чтобы робот ходил? Даже если на тот момент Леонардо не знал такого слова «робот», он создал именно полнофункционального робота. Для Леонардо собрать по своим чертежам и опираясь на собственные идеи, создать такой механизм будущего просто невероятное достижение. Он явился основоположником механики и робототехники современности. На выставке технических достижений Леонардо да Винчи в Сент-Луисе, штат Миссури, итальянские мастера и инженеры скрупулёзно создали заново все прижизненные изобретения Леонардо да Винчи. Это первый известный танк. Леонардо посетила мысль, что можно создать боевое огневое оружие с разворотом на 360 градусов вокруг своей оси. Первоначально он разработал его для лошадей, но они пугались, поэтому он переделал его под человека. Во времена, когда было представлено подобное оружие, танк просто сочли бесполезным и не собирали ещё очень долгое время. Далее да Винчи создаёт аппарат для подводного плавания. Он пришёл к выводу, что человек не может вдыхать то, что выдыхает. Уже тогда он имел представление о свойствах углекислого газа. Он поставил на свой аппарат дополнительную трубку, через которую плавец выдыхал отработанный воздух на поверхность воды. Он изобрёл воздушный компрессор. Кто-то на берегу или в лодке мог просто нажать на поршень, нагнетая воздух через трубку в шлеме ныряльщика, чтобы тот мог дышать. Когда британцы применили это на практике, у них всё получилось. Среди всех невероятных изобретений да Винчи, пожалуй, самые впечатляющие касаются создания летательных аппаратов. Когда-то братья Райт пытались осуществить свой первый полёт над Китти Хок в Северной Каролине. Но ещё в 15 веке Леонардо разработал множество летающих машин, включая дельтаплан и воздухоплавательный аппарат про образ современного вертолёта. Это созданный да Винчи пропеллер. Это была первая попытка создать некое подобие вертикального полёта. Применение его было следующим. Четверо человек бегут по кругу, вырабатывая энергию, в буквальном смысле подтягивая себя в воздух. Эта система очень напоминает современный вертолёт. Леонардо нужно было узнать ответы на вопросы, которые также волновали пришельцев из других миров. Это возможность летать. У меня не возникает сомнения, что такой человек, как Леонардо да Винчи, не раз задавал себе вопрос, одни ли мы во Вселенной? И очевидно, что его ответом было слово «нет». Что вдохновило Леонардо да Винчи на создание уникальных по тем временам изобретений? Явились ли они плодом его безграничной гениальности? Или, как полагают теоретики, здесь не обошлось без влияния инопланетного разума? Интеллект против интеллекта? Или идеи, пришедшие издалека? Сторонники теории палеоконтакта полагают, что связь Леонардо с внеземным разумом можно найти при пристальном изучении картины «Мадонна в скалах». «Мадонна в скалах» демонстрирует некоторые особые приемы живописи Леонардо, например, сфумато, смягчение очертаний предметов светом, фигуры появляются из тени и попадают в свет. Другие художники того времени так не делали. На картине изображена история о встрече младенца Иисуса с младенцем Иоанном Крестителем, когда святое семейство летало в Египет. Так называемые так называемые утерянные главы Библии или книга Еноха говорят нам, что архангел Уриил привел Еноха прадеда Ноя на небеса, где показал ему все тайны вселенной. Возможно, Леонардо знал об этой утерянной или, как говорят, запретной главе Библии и потому намеренно изобразил Уриила за передачей тайного сообщения о том, что могло быть источником внеземных знаний. Скрыл ли Леонардо в этой картине секреты, которые должны найти будущие поколения? Секреты, которые помогут осознать, что значительная часть человеческих знаний имеет внеземное происхождение. Леонардо уделял заднему плану не меньше внимания, чем центральным фигурам. И на картине «Мадонна в скалах» он очень умело изобразил скалы, на фоне которых находятся фигуры. Других картин с такой композицией почти нет. Что если Леонардо намеренно разместил сюжет у входа в пещеру, чтобы провести связь между картиной и своим опытом в пещере? А поместив Иисуса рядом с архангелом, он намекал на то, что архангел Уриил был внеземным существом. Присутствие архангела Уриила наводит на вопрос, а не встречался ли сам Леонардо с архангелом Уриилом, который рассказал ему о будущем человечества. Может ли быть такое, что все 15 картин, приписываемых Леонардо, содержат указания на существование тайных или запретных знаний? И если так, то может они заодно содержат и тайные сообщения, которые Леонардо доверили, чтобы он передал их будущим поколениям? Милан, Италия. Здесь, в монастыре Санта-Марии, хранится самая известная картина Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Эта масштабная работа более трех метров в высоту и почти девять метров в длину отображает момент, когда Иисус сказал своим апостолам, что один из них его предаст. Это очень острый момент, и апостолы реагируют на эти слова с ужасом. Слева стоит святой Варфоломей, который приподнял ногу, облокотился на стол и в шоке склонился к Иисусу. А третий справа от Иисуса это апостол Филипп, который также шокирован словами Иисуса. Эта картина как момент действия, застывший во времени. Если бы у нас был пульт, и мы могли бы снять видео с паузы, мы бы увидели движение людей. А в этот застывший момент можно подробно изучить каждого человека. Как и с другими картинами Леонардо, считается, что в «Тайные вечери» содержатся скрытые сообщения. «Когда я писала свою книгу, я посмотрела на «Тайную вечерю» и вдруг увидела на картине женщину». Справа от Иисуса находится человек, которого долгое время считали апостолом Иоанном. Но в отличие от других фигур, на картине у этой видны ярко выраженные женские черты. В своем трактате о живописи Леонардо пишет, что женщин всегда следует изображать с головой опущенный вниз и наклоненный в сторону. На картине Иисус сидит в центре стола, а с правой стороны от него находится женщина, которая вместе с Иисусом составляет большую букву «М», вероятно, намекая на ее имя Мария, Мария Магдалена. Согласно Новому Завету, Мария Магдалина была сторонницей Иисуса, которая видела его распятие и воскрешение. Но нигде не сказано, что она была участницей Тайной Вечери. Если это так, то почему Леонардо изобразил ее на картине? У него был доступ к тайным знаниям об истинной природе отношений между Иисусом и Марией Магдаленой. Кажется, что Леонардо хотел показать особенную близость Марии Магдалены с Иисусом. У них пересекаются руки, и они одеты похожим образом. Иисус был тридцатилетним евреем, и ему уже давно полагалось завести жену. женой. И можно предположить, что Мария Магдалина была его женой, но церковь не хотела, чтобы Сын Божий Иисус был женат, как все. Церковь хотела, чтобы Иисус соблюдал целибат, как Господь, и поэтому Марию Магдалину представили проституткой, а не женой Иисуса. И если Леонардо реально хотел изобразить Марию Магдалину рядом с Иисусом, то ее присутствие становится еще интереснее из-за элемента, который был намеренно забыт. Чаша Иисуса или Святой Грааль. В Библии сказано, что одной из причин проведения Тайной Вечери был ритуал причастия. Вино символизировало его кровь, а его тело, погибшее на кресте, символизировал хлеб. Но перед Иисусом нет ни одного стакана или сосуда с вином, а это весьма странно. По легенде, Святой Грааль имеет магические оживляющие свойства. Но есть мнение, что Грааль никогда не существовал и что это просто символ божественного происхождения Иисуса. Есть мнение, что Святой Грааль это тело Марии Магдалены, когда она была беременна ребенком от Иисуса. Это Лона богини. Грааль это утроба, а сокровенное таинство это рождение. Рождение человека это и есть чудо. Мария Магдалена по ряду сведений была реальной женой Иисуса. И она была беременна его детьми. Это особенные дети. У них был новый тип ДНК для нового типа человека. Вот это и есть Святой Грааль. Обладал ли Леонардо да Винчи внеземными знаниями? Знаниями о происхождении человек, которые зашифрованы в его картинах? Теория палеоконтакта говорит да. И предполагает, что в картине Тайная вечеря скрыт еще один более значимый код, при расшифровке которого появится возможность прямого общения с нашими внеземными предками. Летче, Италия, 2003 год. Изучив дневники Леонардо, музыкант и богослов Джованни Мария Палла приступил к изучению Тайной вечери. Он считает, что в картине может быть зашифрована музыкальная композиция. Одной из теорий, которую я считаю достойной внимания, на картине изображены музыкальные ноты. Надо понимать, что в картинах старых мастеров нет случайных элементов, которые были нарисованы просто так. Каждая деталь картины имеет значение. Леонардо Леонардо сам был музыкантом, он несколько лет служил у Медичи, играя на лире и исполняя песни. И еще он играл на органе, а в церкви, где он создавал Тайную вечерю, как раз был орган. Вильям Генри встретился во Флоренции с Джованни Мэриэ Палло, чтобы узнать больше об этой теории. Как вы додумались до того, что на этой картине изображена мелодия? Первым, на что я обратил внимание, была скатерть на столе. И на ней есть вертикальные линии и горизонтальные линии, что особенно важно. Когда на это смотрит музыкант, он видит музыкальную пентаграмму. Музыкальная пентаграмма — это то, что называется нотным станом. Как вы смогли сыграть эту мелодию? Обратил внимание на хлеб, который разложен по столу. И он представил эти булки хлеба как ноты. И еще один важный момент, он заметил, что линии на скатерти точно совпадают с линией расположения рук апостолов. Хлеб на столе и руки апостолов — вот что навело его на эту мысль. И надо помнить, что Леонардо любил делать записи справа налево. А теперь давайте послушаем. дай мне услышать. Каждая нота имеет свою вибрацию. И я считаю, что Леонардо использовал именно на эти ноты не только для того, чтобы усилить свою работу, но и наделить ее чем-то мистическим и глубоким. Повлиять на человека вибрации. Многие считают, что через медитацию, пение и особенно через вибрацию можно попасть можно попасть в мир знаний. И этот мир знаний вечен. Звук не только может сопровождать любое событие, он также влияет на то, как человек воспринимает это событие. В индуизме, буддизме и в джейнизме и даже в сикхизме существуют особые мантры, посвященные божествам. Эти мантры нужны для связи с божеством, призыва и обращения к ним за помощью. Идея о том, что звук может быть идеальным средством общения с внеземными существами, лежала в основе научной программы Voyager в 1977 году. Космические аппараты Voyager 1 и Voyager 2 оба несли на борту большой золотой диск, на котором были записаны различные изображения и звуки. Содержание диска составил знаменитый астроном Карл Саган, который работал над ним с художником и журналистом Джоном Ломбергом. Я считал, что музыка и визуальное искусство имеют такое же право быть средствами общения, как физика и математика. Ему это понравилось. Если бы меня попросили наладить общение, я бы отправил музыку. Математические формулы, которые лежат в основе эстетики, например, интервалов в музыке, гармонии, или если речь идет о пропорциях в архитектуре и на картинах, это такие вещи, которые мы не могли выдумать сами. Они отображают фрактальную природу Вселенной. Если Леонардо и вправду зашифровал музыкальные ноты в картине «Тайное вечеря», то с какой целью? Передать человечеству важное послание из другого мира? Или научить человечество способу, через который он общался со своими внеземными предками? Лувр, Абу-Даби. Здесь, в этом не очень подходящем месте, хранится самое дорогое в мире произведение искусства, спаситель мира авторства Леонардо да Винчи. Музей, открытый в 2017 году, состоит из плавучего купола, созданного из 7800 пересекающихся звезд, через которые свет проникает в пространство под ними. Внешне он напоминает летающую тарелку, а архитектор Жан-Нувель говорит, что его целью было создать восторг от редких контактов. Музей выглядит как огромный диск с тысячами звезд. Они пытаются подать сигнал, или это просто вкус архитектора? Почему многие сторонники теории палеоконтакта считают этот современный музей наилучшим местом для картины с традиционным изображением Иисуса Христа? И почему за эту картину эпохи Ренессанса была заплачена столь огромная сумма? 400 миллионов! Последняя ставка продана! На встрече с искусствоведом Майклом Квакельстейном из Датского музея истории искусств в марте 2017 года писатель Уильям Генри решил поделиться своими мыслями о шедеврах Леонардо да Винчи. У него взгляд как у льва, смотрит прямо внутрь, а Мона Лиза слегка улыбается, но людям интересен хрустальный шар. По тибетской мифологии это камень Чинтамани, исполняющий желания. Камень Чинтамани легендарная реликвия, встречающаяся в буддистских произведениях искусства. Но почему Леонардо да Винчи изобразил Христа с шаром, на котором есть буддистский символ? Мани означает камень, а Чинта в данном случае означает желание. Камень, исполняющий желания. Например, божество Кшити Гарбха держит его в руке и он выглядит как сфера. И он может посещать все шесть миров, где живут разные существа. По буддистским канонам камень Чинтамани часто описывают как хрустальную сферу, исполняющую желание. И чаще всего она находится у Бодхисатвы, просветленного учителя. Как и Иисус, который держит шар на картине Спаситель мира, Бодхисатва обычно изображается с камнем Чинтамани в руке. Но как художник 15 века римский католик мог знать о буддистском символе 10 века? И почему изобразил его на традиционной религиозной картине? По мнению Уильяма Генри, ответ можно найти на самой картине в деталях хрустального шара. У нас есть три точки на сфере, которые символизируют три звезды Ориона, указывая на космическую связь между ними. Орион — созвездие, на котором зародились боги древних египтян. На эти три звезды, называемые поясом Ориона, точно ориентированы не только большие пирамиды Египта, но и Теотиуакан в Мексике. Древние египтяне верили, что их боги, в том числе Осирис, прибыли с Ориона, и после воскрешения на земле Осирис вернулся на Орион. А что, если эта картина говорит нам, что Иисус и сам был откуда-то созвездие Ориона? И что все человечество тоже берет свое начало там. У нас есть очень сильная связь между воскрешением Осириса, возвращением на Орион и возвращением Христа с Ориона. Христа с хрустальным шаром, нам пытаются сказать, что нашим миром управляет высший разум, и он это понимал. И хотел сказать, что в историю человечества вплетен космический разум. Мог ли Леонардо да Винчи обладать внеземными знаниями? Сторонники теории палеоконтакта считают, что это можно узнать, изучив последнюю работу художника, на которой, по мнению многих, скрыт удивительный портрет. Амбуас, Франция, 1513 год. В замке Клолюсе 60-летний Леонардо начал работу над своей последней картиной. Через три года он завершил портрет гермафродитного существа, появляющегося из тени Иоанна Крестителя. Представьте эту картину в полутемной церкви, вы ничего не увидите, пока не зажжете свечу. Вы зажигаете свечу, и свет пламени освещает картину, и на темном фоне появляется Иоанн Креститель и показывает на небо, говоря, «Я из света я вижу свет». Он указывает на другой мир. Да. Оттуда приходит божественная мудрость. Это источник всего. Первые слова Иоанна такие «Я видел свет, я приду на землю». Леонардо зашифровал в своих картинах «Великие секреты». Он хотел передать будущим поколениям какие-то сообщения лично от себя. Его картины, как порталы в другой мир, где живет настоящий Леонардо. Но готовы ли мы принять его послание, это совсем другой вопрос. «Я думаю, у него были тайные сообщения, которые он хотел передать не только людям своего времени, но и нашим современникам. И нам надо это обдумать. Что он имел в виду? Инопланетян или будущее? Исследователи недавно обнаружили интересные подробности о картине с Иоанном Крестителем. картину отобразили зеркально, чтобы получилось два изображения. А затем через усиление цвета смогли выделить и увидеть лицо внеземного существа. Это весьма необычно. И мы знаем, что Леонардо пользовался зеркальными приемами. И не так уж сложно предположить, что он мог такое сделать. Был ли у Леонардо опыт внеземных контактов, которые открыли его уму то, что называли запретными знаниями? Теория палеоконтакта говорит да. И что да Винчи зашифровал свои работы таким образом, чтобы будущие поколения могли узнать правду о происхождении человека. А это может стать указанием на нашу судьбу.